Медицинский скандал в Карагодинской области. Там после укола известного антибиотика умер 40-летний мужчина. Предварительная причина смерти – анафилактический шок. Семья говорит, в больнице прекрасно знали, что у пациента непереносимость препарата. Родственников возмущает и то, что медсестру, которая сделала смертельную инъекцию, не отстранили от работы даже на время расследования. Как оправдываются медики, расскажет Агирим Бухтаева. 40-летнего Торижана Макашева жена назвала образцово-показательный пациент. Мужчина всегда следил за своим здоровьем, поэтому к плановой операции на прямой кишке подошел со всей ответственностью. Супруга вспоминает, как он несколько раз говорил врачам, у него аллергия на ЦФ-3 и на вокаин в одном флаконе. В прошлом году препарат случайно попал на кожу и Торижана буквально раздула. Но до операции дело даже не дошло. Мужчине вкололит ту самую смесь. Еще до хирургического вмешательства. И он умер. Предварительная причина – анафилактический шок. Как может быть аллергопроба показать результат отрицательный? Зачем вообще был назначен этот антибиотик, если прекрасно знали, что у него аллергия? То есть при поступлении у него был браслет, где были все данные анкетные, и синий маркер. То есть пометка, что он аллергик. Когда я начала смотреть его руку, у него получается вот здесь вот такая вот, как отман тоже есть, она такая припухлая и красная. Подкожно, когда водишь, что-то у него вот капелька упала со шприца сюда, его раздуло. В больнице, говорит, вдова ей объяснили, что действовали по стандартному протоколу лечения. И в целях профилактики инфекции перед операцией вкололи ее мужу антибиотик. Женщина не понимает, почему там не приняли во внимание слова Тори Жана об аллергической реакции. И почему от работы, пусть даже временно, не отстранили медсестру, которая сделала тот злополучный укол. Я говорю, а почему до сих пор человек находится на рабочем месте? Обычно после такого сразу отстраняют, да, до выяснения обстоятельств. Леченоплановую операцию. Куда они смотрели, даже не знаю. Ну, 40 лет было. Трое детей осталось, маленькие, постоянно его ищут. Два и десять. Позвони папе, позвони телефон. В полиции и профильном медицинском комитете по факту смерти Тори Жана начали расследование. По словам специалистов, говорить о врачебной халатности пока не стоит. По их данным, прежде чем поставить укол, были сделаны специальные анализы. Никакой аллергии они не выявили. Поэтому и причины отстранять медицинских работников проверяющие не видят. Аллергия со слов пациента была на ЦЕФ и на навокаин. Медицинских документов, подтверждающих данный факт, нет. Предварительный диагноз судебно-медицинскими экспертами установлен на филактический шок. Все экспертизы и само расследование обещают закончить до конца месяца. Вдова надеется, что к тому времени виновные все-таки найдутся. Иначе как объяснить детям, которым сейчас 14, 10 и всего 2, что папа умер просто так?